Профориентация подрастающего поколения – одно из направлений работы со школьниками. Ребята посещают предприятия, пробуют себя в разных сферах. Общественная палата муниципалитета инициировала конкурс школьных средств массовой информации. Идею поддержала администрация Ленинского городского округа. Положение было прописано очень интересно. Ребятам была дана возможность выразить себя в четырех номинациях. Старшеклассники собирались группами, там были индивидуальные какие-то конкурсы и так далее. Я хочу сказать, что получилось. Вот такой конкурс был первый раз. Я думаю, он будет хорошей традицией в нашем Ленинском городском округе. В конкурсе смогли принять участие школьники всех образовательных учреждений округа в возрасте 14 лет. Как существующие редакции, так и вновь созданные творческие объединения. Место нашлось и индивидуальным авторам. Всего четыре номинации – школьная газета, выпуск телевизионных новостей, видеосюжет, печатная статья. Главное – проявить культуру потенциальным будущим журналистам, вот именно этике журналистики, чтобы люди понимали, как оно должно быть, для чего это делается, что люди все-таки этому должны учиться немножко раньше. Потому что информация – это ресурсы, и этим ресурсом нужно уметь грамотно пользоваться. Поступившие работы оценивала экспертная жюри. Критерии отбора победителей были достаточно жесткие. Торжественное награждение участников конкурса школьных СМИ состоялось в рамках волонтерского форума. Ребята, грамоты грамотами, а о таком подарке даже я мечтаю. Многие выбирают свою профессию уже в старших школах, в старших классах школы. Конкурс дал возможность проявить себя. Мы с коллегами поздравили ребят-победителей прогрессивными подарками, обалденными колонками. Пожелали, конечно, чтобы ребята не потеряли творческого заряда. Львиная доля представленных на конкурсе работ – печатные СМИ. В этот раз ребята отдали предпочтение газете. Это обусловлено тем, что почти в каждой школе Ленинского округа давно практикуется выпуск своего издания, где публикуются молодежные новости. Школьные газеты у нас существуют уже давно. Это наша традиция. Сейчас, конечно, это все более обретает такие новые форматы. В интернет-ресурсах наши странички, не как раньше на печатной основе. У нас есть, как бы сказать, такая постоянная рабочая группа. Там их около 15 человек, детей. В планах у членов общественной палаты и представителей администрации округа продолжить традицию и сделать конкурс регулярным. А работы победителей этого года будут опубликованы в газете «Видновские вести» и выйдут в эфир на телеканале «Виднет-В». Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. «Виднет-В». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова